Есть идея поехать в Москву, снять мнение экспертов, заехать в институт энергетики и послушать мнение экспертов. Я уже недели две назад тебе предлагал это сделать. Нам обязательно надо, конечно, съездить и собирать мнение экспертов. Почему? Потому что пока у нас нет реального объекта, мы должны потребляться мнением специалистов. Поэтому нас интересуют все люди, которые связаны с физикой и механикой, которые не ядовиты и не завистливы. Но давайте, конечно, обязательно надо это сказать. Привет всем! Меня зовут Георгий, я из стартап-брокер-тим. Мы занимаемся разными стартапами. Завтра мы полетим в город Москва и посетим несколько институтов, в том числе Московский энергетический институт, чтобы получить мнение экспертов по проекту «Ветер». Для этого мы берем с собой такую подачу. Скоро мы узнаем, какие предложения или вопросы есть по этому проекту. Погнали! Этих зданий, которые сами себе обеспечатывают электроэнергией за счет ветра. Это очень инновационный новый проект, который заставляет обратить на него внимание. По той простой причине хотя бы, что он заботится о экологии нашего мира, в целом я буду так глобально говорить, о которой мы все обеспокоены. Мы по роду своей деятельности, мы тоже сейчас стараемся везде применять энергоэффективные технологии, вот именно для того, чтобы экономить энергию, экономить наши вообще жизненные ресурсы, данные нам всем. То, что предлагает ваш изобретатель, очень интересный проект с точки зрения хотя бы той большой проблемы, что у нас сейчас идет глобальное потепление от всех этих химических выбросов и так далее. Если вы сможете этот процесс как-то приостановить своим изобретением и не дать ему развиваться, а в том числе сохранить экологию нашей планеты, то этому проекту можно поставить пять звезд сразу. И у этого проекта большое будущее, я думаю. И не только я так думаю. Скорее всего, люди, которые все-таки думают о том, как они будут жить и будут жить их следующее поколение, они наверняка озадачивались проблемой окружающей среды. Энергоэффективные технологии сейчас везде в приоритете. Поэтому у вашего проекта большое будущее. На днях вернулись из города Москва, посетили институт энергетики, встретились со специалистами этого института, получили вопросы по нашему проекту. Предлагаю ознакомиться с видеоматериалами специалистов данного института. Таких конструкций, когда используются какие-то вертикальные осевые машины, с концентраторами, фактически тут элементы здания выступают в качестве концентрирующих элементов. Они должны сконцентрировать воздушный поток на роторе, который расположен между ними. Они действительно имеют место быть. Вот эти концентрирующие элементы, они работают. Это действительно требует дополнительных каких-то расчетов, да, и полноценного моделирования вплоть до продувания в аэродинамической трубе, потому что при разных ориентациях направления ветра и конструкции здания у вас будут совершенно диаметрально противоположные эффекты возникать. Здесь вот решение как бы одно, да, это нужно... Это штука интересная, да, но ее нужно продолжать, потому что в такой концепции это все выглядит действительно очень красиво и вроде как здраво. Даже при условии того, что если это строить в формате небоскреба с высотой в несколько сотен метров, даже при устойчивых ветрах на высоте, они все равно меняют направление. А тут ключ именно в совпадении ориентации здания и потока ветра. Показывает, что когда ветер натекает с одной стороны, все вроде бы хорошо. Как только вы изменяете направление ветра на буквально несколько градусов, этот эффект концентрации снижается, а то и наоборот становится отрицательным, грубо говоря. Вот, поэтому, насколько я вот знаю, для вертикально-осевых машин элементы с элементами каких-то концентраторов, они так вот как вот широкого применения и не нашли. Поэтому рассчитывать на то, что здание будет постоянно выступать в качестве концентрирующего ветер элемента, я бы не стал. Вполне возможно, что оно будет даже мешать ветру. Если так, то эффективность этой установки, она, собственно говоря, будет существенно меньше, чем каких-то отдельно взятых ветер установок. Это, если говорить про коэффициент полезного действия. А дальше уже, собственно говоря, тут нужно, конечно, считать... Крыло самолета, оно работает в разных условиях. В условиях набегающего потока, в условиях бокового ветра и так далее. Но у крыла есть подвижные элементы, которые и, соответственно, имеют вспомогательные функции для того, чтобы данный летательный аппарат достиг своей цели. Здание можно и нужно располагать с учетом розы ветров. И у наших зданий есть очень важный элемент. Это называется аэродинамический щит, который выполняет сразу несколько функций. Но одна из его функций как раз-таки управлять поступающим воздушным потоком. Поэтому в реальном объекте аэродинамический щит у нас высотой с один этаж. И их несколько, да, некоторое количество. Как раз-таки они и будут такими элементами, которые будут способствовать тому, чтобы здание оставалось работоспособным, получая воздушный поток с любой стороны. Даже не назначительный угол, то эти щиты будут двигаться постоянно. А как только у вас возникает какая-то механика, да, какие-то механические элементы, это значит, что их нужно постоянно обслуживать. Просто нельзя сделать механическую стрессу, которую они требуют. Как минимум смазывать там нужно. А смазывать на какой-то большой высоте, это с точки зрения эксплуатации, дело мёртвое на самом деле. Это эксплуатационщики вас проклянут просто, да? Вот. Это будет постоянно что-то ломаться, что-то заклинивать. И вот именно с точки зрения эксплуатации я тоже таких решений не встречал. То есть как лабораторные образцы, как экспериментальные образцы, да. В реальной жизни, наоборот, все пытаются уходить от механических систем регулирования, потому что механика это обслуживает. Работает ли это аэродинамически? Да, работает. То есть с точки зрения аэродинамики всё правильно. Всё действительно делает, всё правильно. Так будет увеличивать эффективность, концентрировать поток. С точки зрения реальной жизни эксплуатации я пока не знаю ни одного такого решения, которое реально бы работало. Наоборот, везде вот от этих всех подвижных частей стараются уходить. Даже в классических ветроагрегатах, сейчас вот основной тренд, там, последние лет 10, он направлен на то, чтобы, вы знаете, что там лопасти разворачиваются, да, он направлен на то, чтобы максимально от этого отказаться и регулировать чисто электрически. Потому что электрическое регулирование, оно и быстрее, и надёжнее, самое главное. А механика — это постоянно обслуживание. Здесь, конечно же, я соглашусь, в чистом виде механику использовать нерационально и неправильно. Поэтому интеллектуальные системы могут и должны здесь присутствовать, выполнять свою работу подобно автопилоту на самолёте. То есть под оптимальным углом принимать этот воздушный поток и направлять его на ветроэлектростанцию. Идея интересная. И такие установки могут быть наиболее перспективны именно в городской среде, поскольку наиболее часто сейчас на рынке присутствуют ветроустановки с горизонтальной осью вращения, но, к сожалению, такие установки не могут работать в городской среде. Но, тем не менее, при этом встаёт много дополнительных вопросов, и сказать об эффективности таких установок можно будет только после проведения реальных условий эксплуатации. У меня всё. Спасибо. Показать, как работает это устройство в реальном объекте — это задача номер один нашего проекта. Ну, друзья, как известно, для всего требуются ресурсы и определённое количество времени. Поэтому со временем, так же, как и братья Райт, когда в 1904 году они показали первый прототип летательного аппарата, согласитесь, не так много людей верило в то, что это устройство может на что-то большее. В 1906 году уже появился летательный аппарат, управляемый человеком. Ну, и в этот момент, конечно же, были те люди, которые верили только, что это устройство способно переносить сумку почтальона до ближайшей деревни. В принципе, по данным проекту я соглашусь с Галиной Владимировной. Проект интересный, перспективный. Единственное, при использовании возглавляемых источников энергии возникает одна проблема, связанная с непостоянством ресурса, будет ветер, солнце, в данном случае ветер. Но раз в рамках этого проекта решается такая комплексная задача, то есть не только обеспечить здание электроэнергией за счёт вот этой вот установки, но также и аккумулировать эту электроэнергию с помощью гравитационных накопителей, то в целом такой комплексный проект вполне интересный, привлекательный даже. Друзья, если у вас остались вопросы или появились новые, пишите их внизу в комментариях. Я лично задам их Денису и дам видеоотчёт. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok